С вами Ева Лорман. Весна, красота, природа цветет, последний звонок, выпускные, свадьбы, это самое романтичное время в году, красивые платья и, конечно, куда же без причесок. В этом видео я покажу вам тренды в укладках и в прическах. А я напоминаю, что оперативно на ваши вопросы я отвечаю в первый час после выхода нового видео, поэтому подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе. А кто не успел задать вопрос в первый час, все равно пишите комментарии, задавайте вопросы. Я ввела такую функцию на своем канале, что в каждом последующем видео я буду отвечать на три вопроса из предыдущего видео. И смотрите ролик до конца, в конце отвечаю на три ваших вопроса. Курсы книги онлайн-консультации, ссылки в описании и в закрепленном комментарии. И всегда читайте описание, потому как я могу там дополнить тему ролика. Итак, let's go, друзья. Начнем с коротких волос. Если у вас стрижка пикси, обратите внимание на вот эту укладку, потому как она имитирует наличие довольно длинных волос. Что это за укладка? Это делается довольно просто, то есть если я хочу сделать то же самое с этой стороны, челочку мы оставляем. Нам понадобятся резиночки, вот таким образом. Берем первую прядь и завязываем хвостик. Это первый хвостик и из него сразу достаем красоту. Потом к нему добавляем еще один хвостик. Из него также достаем красоту. Следующий. И достаем здесь красоту. Получается вот такой рисунок. Даже на очень коротких волосах, как будто у вас волосы довольно длинные. Но вот на своей длине я, например, могу заплести колосок. Берем, достаем с одной стороны и с другой стороны. Музыка 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 все можно сказать прическа готова сейчас вообще не в тренде вот эти букли какие были раньше когда мы учились это был какой-то кошмар все эти прически придавали сразу возраста приходила молодая девочка уходила молодая тетя и я думаю что большинство со мной согласятся потому что мы все после таких укладок хотели быстро помыть голову и вернуться свой возраст а так очень даже интересно и кстати говоря для прически конечно нужен хороший лак для того чтобы он мог фундаментально удержать то что вы сделали я сейчас использую лак инфинити фирма концепт инфинити это полный аналог шварцкоп силуэт в силуэте только черный большой пузырек это новая линейка фирмы концепт я попробовала этот лак он просто потрясающе и по запаху и по фиксации то есть максимально хорошо фиксирует любую прическу и не впитывает влагу поэтому лак зачетный даже мои волосы которые вообще невозможно заставить стоять потому что они у меня тонкие они прекрасно поддаются этому лаку как бы вот даже делаю текстуру видите все стоит все стоит а в пробор можно какую-нибудь красоту где его приобрести ссылку оставлю в описании все то есть смысл этих причесок заключается в том что чем более неопрятно она будет выглядеть да конечно основные элементы должны выглядеть хорошо но ни в коем случае нельзя чтобы все было прилизано максимально равномерно сделано это такой стиль как будто ты сама себе сделала прическу то есть вот пожалуйста как один из вариантов на пикси я вот сейчас на себе показала сейчас я уберу волосы как будто у меня сзади волос нет вот и посмотрите это же прекрасно то есть ну просто красота вот можно пикси вот таким образом полностью видоизменить и никто даже и не догадается что у вас пикси ну понятно что вот здесь везде волосы очень короткие но тем не менее все равно вы можете создать вот этот эффект как будто бы у вас праздничная укладка на мой взгляд это лучше чем какие-то букли вот это все так что вот эти прически это конечно очень зачетная тема поэтому совершенно не можете не беспокоиться если у вас очень короткая стрижка что же вам делать вот тоже самое это очень короткий вариант каре это вообще делается элементарно единственное что для такой укладки нужно это действительно хороший лак лак для волос без хорошего лака для волос вы здесь не обойдетесь я очень люблю такие укладки в чем ее плюс во первых она абсолютно без заморочек чуть-чуть какую-то волну сделать в первом варианте это все делается очень быстро потом делается начес и вытягивается каждая прядь и фиксируется обязательно лаком для волос то есть простой лак для волос из масс-маркета какой бы он там золотой не был запомните он не подойдет в чем например отличие профессиональных лаков для волос от лаков из масс-маркета вот понимаете то в три погоды ходе говорят но нет ребят нет поверьте будет немножко влажная погода все это приплюсница и все упадет стоять ничего не будет а вот профессиональные лаки для волос они способны выдержать и сильный ветер а также способны выдержать это немаловажно именно влажную погоду например вы на празднике вдруг пошел дождь и все влажность присутствует прическа падает почему потому что лаки непрофессиональные они впитывают в себя эту влагу извне и совершенно не держат прическу либо эти волосы начинают склеиваться и выглядит это конечно вообще отвратительно профессиональные так лаки себя не ведут они могут чуть-чуть схватить влажность но из-за этого прическа не упадет и перед прической например вот я никогда не делаю никакие пенки для укладки потому что пенка также поймает влагу и тот лак который был нанесен после пенки он не сможет сопротивляться тому количеству влаги которая впитает себя пенка и все упадет все точно так же для большего объема конечно можно использовать специальную пудру для объема которая действительно будет держать объем поэтому вот это делается очень быстро но выглядит очень эффектно также очень круто смотрится высокий пучок на вот такие волосы сделать его тоже не сложно но опять же чтобы сделать такую укладку нужно обязательно иметь хороший лак для волос который зафиксирует все волосы которые достаются для объема вот очень красивая укладка я конечно показала все это на себе но этот ролик будет лица тогда бесконечность это делается тоже очень просто никакой накрутки не надо здесь просто делается вытяжка волос но при этом при всем обязательное условие для объема можно сделать гофре прикорневое гофре чтобы был побольше объем и чтобы он не упал в процессе там вальсов это первое и второе конечно же опять же хороший лак можно заморочиться просто максимально на любой прическе вот такие укладки честно говоря прям букля к букле у локон к локону то мне кажется больше во первых на свадьбу а во вторых мой опыт показывает что такие укладки придают возраст я не очень люблю на мой взгляд вот это будет гораздо выигрышнее пусть тут нету четкого рисунка но это более правильно что касается свадебных причесок это мое опять же мнение мне кажется невеста должна быть максимально девственно то есть она встала с кровати расчесала свои там вьющиеся волосы и пошла под венец но опять же это исключительно мое мнение я не претендую на однозначность своего мнения просто мне нравится естественность а выпускные вечера это вообще минимальная укладка должна быть вот просто минимально потому что выпускница это девочка у такой фетиш я вообще не представляю ни на выпускном не на свадьбе это больше конкурсные работы и не более чем вот замечательный вариант на очень короткие волосы тоже с имитацией длинных волос как будто у вас длинные волосы это делается также очень просто берется прядь закручивается и вытягиваются все волосы она закалывается и получается вот такая объемность и по всей окружности головы это все делается одна прядь с одной стороны другая с другой закололи по бокам еще и по большому счету все вот эта укладка вообще подойдет на любую длину то есть сбоку заплетается колосок тоже достается растягивается а там уже образуется пучок то есть ну это элементарно гулька такая раз замотали закололи какой-то элемент красивый воткнули в нее тут может быть и большой пучок если волосы очень длинные может быть вот такой небольшой если волосы короткие но если волосы длинные можно вообще так длину и оставить Хочу показать антитренд. Вот это точно не надо делать. Если у вас, конечно, платье из разряда 30-х годов, то пожалуйста. Если более современное платье, то такая укладка вообще не коннектится. Вот классическая выпускница. Вот это, конечно, красота. Длинные волосы. Вот такого плана укладки они некогда были популярны. У них был свой пик 4-5 лет назад примерно. Сейчас это антитренд, однозначно, потому что это перегруз верха, невероятно огромная голова, в которой отсутствуют вообще нормальные понятия пропорций. Когда я на это смотрю, я всегда вспоминаю, помните Екатерина, когда у них вот эти были огромные парики, примерно то же самое. То есть, ну, как бы такая себе красота. Поэтому при наличии очень густых и длинных волос, на мой взгляд, надо обязательно их показать в распущенном состоянии, потому что вот этот кокон на голове, дом, абсолютно антитренд. Что касается накрутки на длинные волосы. Дело все в том, что вот такая укладка, то есть, если ты заморочился на накрутку на хвосте, нужно понимать, что эта накрутка у большинства людей в таком виде продержится, ну, не больше двух часов. Если мы делаем акцент на выпускной, то это лето, жаркое лето. То есть, это просто невероятная жара, еще плюс тепло, которое исходит от тела человека, оно спровоцирует раскрутку вот этого всего. Если вы хотите подольше походить, то лучше сделать вот такой вариант, чтобы это вроде бы и накрутка была, и длинные волосы, но все эти волосы были красиво заколоты, они не будут тогда распадаться. Но если у вас очень короткие волосы, а вы хотите блеснуть на выпускном, пожалуйста, можно обратить внимание на накладные хвосты, которые в плане носибельности максимально выигрывают перед натуральными волосами. Потому что, как правило, они держат укладку, пока ты их не помоешь. То есть, пока ты не намочишь эти волосы просто водой, если вы не попадете под дождь, и то чаще всего эта укладка зафиксирована специальными средствами, которые даже от воды не расходятся. Вот эти локоны, они от воды даже не расходятся. Поэтому, если у вас есть такая возможность, накладной хвост из натуральных волос обратиться в такие салоны, где именно этим и занимаются, вам подберут хвост под ваш цвет волос, и эта укладка будет максимально стабильная из всех вариантов укладок, которые есть на длинные волосы. Этот хвост можно закрепить как сверху, так и посередине, можно снизу закрепить. Из этого хвоста можно сделать пучок, если из ваших волос вообще невозможно его сделать. Поэтому, при наличии фантазии, желания, определенных средств, конечно, можно сделать шикарную укладку, но самое главное не переборщить с этим. Подскажите, у кондиционеров есть PH, и он такой же, как у шампуня должен быть, и в каком порядке можно нанести, что именно, чтобы волосы не путались, как часто и сколько раз делать маску. И еще в крутом магазине мне предложили однажды, не помню что, по-моему, не смывашку, для не путания что-то, как кисель липкая выбросила. Смотрите, у шампуня первостепенная задача это смыть загрязнение или там излишнее сало с поверхности кожи головы. То есть, чтобы вы понимали, что шампунь рассчитан именно на мытье кожи головы, не волос. А вот кондиционер, он рассчитан именно на длину, на волосы. Вот это между ними кардинальная разница. И PH у шампуней ближе к нейтральному должен быть, там есть понятие 5,5. В среднем вот в этом диапазоне. А кондиционер должен иметь PH меньше 5. Меньше 5. Для чего? Для того, чтобы сгладить чешуйки волос по длине. Эти чешуйки закроются от кислотности. То есть, PH шампуня выше, PH кондиционера ниже. Поэтому, когда я говорю, что перед шампунем нужно нанести кондиционер на длину, для того, чтобы защитить от шампуня, я это имею в виду, что если мы будем шампунем постоянно промывать длину волос, вы просто будете постоянно будоражить эти чешуйки волос. И все, хорошего от этого ничего не будет. Чем более открытые чешуйки, тем быстрее будут сохнуть волосы, они будут истощаться, обезвоживаться. И в итоге это может привести к обламыванию, к сечению и так далее. Вот я и ответила еще и в каком порядке наносить. То есть, если жесткий шампунь, перед шампунем нанести кондиционер, потом нанести шампунь на кожу головы, вспенить, все это смыть, а потом опять заново нанести на длину кондиционер. Маски для волос, как правило, идут питательные. Кондиционером мы пользуемся всегда во время мытья головы, а маска это дело такое, что с ней нужно, как правило, около 20 минут походить и желательно даже утеплить. Маски наносятся примерно 2 раза в неделю. Что касается несмывашек, действительно так и есть. Не все несмывашки хорошего качества. Со временем многие бренды свои несмывашки сделали более качественными. И действительно, если вы поймаете хорошую несмывашку, которая после того, что вы нанесли ее, она не видна на волосах, она просто закрывает пустоты волос, излишне не остается на волосах и не выглядит это все как кисель. Вот такие несмывашки это очень хорошо. Следующий вопрос. Здравствуйте, подскажите, правильно ли я делаю окрашивание? Крашусь краской коралл оттенком 10-16 и смешиваю оксиды 9 и 12% в равных пропорциях, так как кажется, что на 9% оксиде волосы не будут настолько светлыми, как я хочу. А на 12 краситься немного страшно, боюсь сильно повредить волосы. В принципе, цвет, который у меня получается, меня устраивает. Но есть седина процентов 20, и из седых волос цвет вымывается моментально. Волосы длинные, пористые, волнистые. Конечно же, конечно же, так и произойдет. Я вообще удивляюсь, что этот цвет закрашивает вашу седину, потому что 10-16 это пепельно-фиолетовый цвет. И благодаря только наличию красного оттенка в фиолетовом цвете, этот цвет может, ну, немножечко, скажем так, затонировать седину. Поэтому он так быстро смывается с ваших волос, потому что этот цвет не предназначен для окрашивания седины. Для окрашивания седины сюда нужно добавлять еще золотой. И немножко также красного, если попроще, можно просто воспользоваться медным. Вот тогда этот цвет будет лежать дольше. Но тут возникает большой вопрос. То, что если вдруг седина рассеянная, и вы добавите в свою краску 10-16 медный оттенок, вы всегда будете получать теплый цвет на всех остальных волосах. Поэтому тут есть только один вариант. Если седина рассеянная, то здесь особо ничего не сделаешь с этим, придется подкрашиваться. А второй вариант, если седина локальная, то делать два разных состава. На длину 10-16 так и оставлять, а на локализацию седины добавлять еще медный оттенок, чуть-чуть медного оттенка, совсем немножко. Это все надо протестировать на одной пряди, чтобы убедиться, какое количество меди вам нужно. Потому что медь заполнит пустоту из седины, а сверху цвет, который 10-16, ляжет именно на этот цвет и не будет вымываться. И еще один вопрос. Отчего и почему волосы у девочки 12 лет стали сильно сечься, а кожа головы краснеет при расчесывании расческой? Это нужно шампунь менять. В общем, волосы светлые, тонкие, недавно стали сухие, по длине и ломкие. Вот смотрите, подросткам, всем подросткам я всегда советую. Это у вас гормональный сбой, однозначно, потому что идет взросление организма. Практически у всех подростков одна и та же история в определенном возрасте. Это излишнее потоотделение, и голова сразу грознится даже к вечеру у многих. Это у парней бывает, и у девушек. То есть вообще это не исключение. Ваш ребенок это не исключение, это нормально. И при этом всем я не советую никакие профессиональные средства. Уж простите меня, производители. Я всегда всем говорю, этот период вам надо перейти на натуральные средства. Пока этот период идет, нужно мыть щелочными шампунями. Но щелочной шампунь не должен быть гиперщелочным. Вам сложно будет найти хороший щелочной шампунь. И найти такой специальный шампунь для подростков, я прям-таки не могу вам ничего посоветовать, кроме аптечных шампуней. То есть есть аптечные шампуни, не зарал шампунь. Но зачем вам это надо? Вам проще будет воспользоваться мытьем головы желтком. Именно в этот период вам больше подойдут народные средства, потому что ни одни профессиональные средства кардинально вам картину не изменят. Желток работает идеально на натуральных волосах. Но опять же говорю, что желток подойдет далеко не всем. Он идеален именно вот в этом возрасте. А на окрашенные волосы, на осветленные уж тем более, он не подойдет. На сегодня все. Благодарю вас всех за потрясающие комментарии. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления. А я на этом канале снимаю ролики для вас и показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты. Bye-bye everyone! С вами была Ева Лорман и до встречи в новых видео! Эй, народ! Не скупись! Лайк поставь! Подпишись! Колокольчик тут зажми! Делись со всеми! Не томи! Хватит даме танцевать! Пора идти видос снимать! Субтитры сделал DimaTorzok